Я продолжаю серию уроков про WooCommerce, урок номер 12. В этом видео давайте посмотрим, как работают купоны, как их создавать. Итак, если вы хотите организовать на своем сайте WordPress с плагином WooCommerce скидочные купоны, то WooCommerce это очень грамотно и функционально реализовано. Давайте посмотрим, как создается купон, какие могут быть купоны и как их применить на сайте. Для того, чтобы создать купон, вы можете перейти в WooCommerce. Смотрите, раньше у вас купоны находились здесь. Сейчас нам система говорит, видите, мы переехали управление купонов в другой вкладке удалить устаревшее меню. Можно нажать удалить устаревшее меню. И нас автоматически перебрасывает на вкладку маркетинг купоны. То есть купоны теперь будут находиться в этой ветке. И давайте создадим свой первый купон. Создать свой первый купон, нажимаем на кнопку. Код купона можете либо прописать, если вы хотите как-то по-своему его назвать, либо нажать генерировать код купона. Тогда он автоматически здесь создастся. Описание не обязательно можно заполнять или не заполнять. И внизу гибкие настройки данного купона. Тип скидки мы сначала выбираем. Процент скидки. Фиксированная скидка на сумму или фиксированная скидка на товар. Здесь сопровождающие есть подсказочки. Значение скидки купона давайте сделаем 10. Пускай это будет процент. Скидки 10%. Разрешить бесплатную доставку. Тут все написано, будет ли включена. Дата окончания купона. Если купон имеет ограничение по времени, то дату задается здесь. Дальше. Ограничение использования. Минимальный расход. Это поле позволяет установить минимальную сумму, необходимую для использования купона. То есть купон очень гибко здесь можно настроить. И также максимальный расход. Только для индивидуального использования. Исключить товар со скидкой. Товары. То есть здесь вы можете вбивать название товара, который у вас добавлен. Если такое имеется в товарах в вашем магазине, то он здесь будет появляться. Также можно исключить товары. Категории товаров. То есть, например, только для всех товаров в категории костюмы будет действовать купон. Исключить можно категории. И разрешенные электронные письма. Писок разрешенных адресов электронной почты. Для сверки с адресом электронной почты. Покупатели при оформлении заказа. То есть конкретным пользователям вашего сайта предоставить купон. То есть если ограничений тут никакие вы не ставите. То есть поля просто оставляем пустыми. 10% купон, неограниченный, например. Дальше. Лимиты использования. Ну вот это, наверное, самое интересное. Я считаю, лимиты использования на купон. Неограниченное использование. Здесь можете решить. Да, ну 10 раз, например, его можно использовать. Лимит использования на X элементов. Тоже здесь подсказочка. Можно указать. Лимит использования на одного пользователя. Здесь я тоже ничего не ставлю. Ну давайте. Сохраним первый купон. Соответственно, теперь здесь у вас будет, вот он, находиться купон, и вообще все купоны. Сразу вы будете видеть тип купона, процент, скидка, величина, скидки, описание, ID. И сколько уже вы будете видеть использовано, и всего 10 раз, сколько из 10. То есть здесь вы будете реально видеть, сколько уже его использовано. Естественно, вы будете видеть уже и купленные товары с этим купоном. Понятное дело, вы не пропустите, сколько купон уже был использован. Соответственно, вы можете его отсюда удалить, когда купон больше этот не нужен, изменить, соответственно, добавить неограниченное число следующих купонов по другим критериям и так далее. Сам купон вот. Обычно как происходит это? Вы купон как-то раздаете во время возможной рекламы вашего магазина где-то на канале YouTube. Например, Приролл записывает известный какой-нибудь блогер, ютубер с рекламой вашего магазина и дает вот этот купон 10% скидки на товары. Как правило, бывает, вот он известный, его смотрят люди, он говорит, вот от меня вы можете использовать купон при покупке на этом интернет-магазине. Или этот купон может быть разослан через email-маркетинг. То есть, например, если вы ведете базу подписчиков, всем подписчикам разослать, что в какой-то праздник будет действовать скидка. И вот по этому купону вы сможете сделать скидку на любой товар из вашего магазина. А мы сейчас просто протестируем и реально на фронтальной части сайта, как это будет работать. Захожу, например, в костюм. Он стоит у меня 3500. Выберу критерии. В корзину. Просмотр корзины. Так, у меня тут уже ранее был добавлен товар, я его отсюда удалю. То есть, вот у меня товар один есть. И вот здесь вы увидите поле для ввода купона. Вставляете купон, нажимаете вот на эту галочку. Все, купон применился. Это будет видно здесь. То есть, купон. Вот он, купон. Его можно убрать. 350 минус, да. И всего к оплате 3450. Вместо 3500. Также при нажатии на кнопку «Оформить заказ» человек также будет видеть это здесь. Вот купон. И отсюда он сможет его убрать, если вдруг он передумал его применять. Вот так вот работают купоны. Надеюсь, информация здесь была вам полезна. П n П П Продолжение следует...